Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Двое ведущих, с волшебными папками в руках, готовы к размышлению о том, что им неизвестно. Нет, мы не в ссоре с редактором, и сценарий у нас никто не забирал. Сценария не было, все происходит спонтанно. Мы получаем анонсы шифровки и всю программу ломаем голову. О чем же они? Ну как вам задачка? По-моему, скучно не будет. Первый анонс – как получается символ? Символ чего? Символов на свете миллион. Диван, например, символ Лени. Кстати, вы там сидите на диванах, не ленитесь и разгадывайте анонсы вместе с нами. О чем я говорила? О символах. А, ну да. Символы – это и предметы, и понятия, и даже знаки. Например, голубь – символ мира. Или красный крест – символ милосердия, а сердечко – символ любви. Символы бывают даже в науке. Ну, например, плюс – символ графического сложения. Или знаки дорожного движения – это тоже символы. Или обозначение на карте. Видели? В самом низу. Интересно. О каких символах расскажут нам? А вы знаете, кто такой вексилолог? Это специалист, который разрабатывает флаги, а их форму, узоры, цвета и изображения изучает вексилограф. Есть даже целая наука – вексилология. Да, все это очень серьезно. Еще бы. Флаг – это своего рода визитная карточка государства, такой же важный атрибут, как гимн и герб. Так что цвета и изображения на нем выбираются не случайно. У каждого свой смысл, понять который порой непросто. Например, флаг Сицилии. Ребус какой-то не иначе. Он необычный и довольно древний. Трехногая фигура появилась на нем в 1282 году. И называется она Трискилеон. Каждая нога – это один из трех углов острова Сицилия, который на карте похож на треугольник. Голова в центре флага принадлежит Медузе Гаргоне. Именно здесь, по легенде, и жило это мифическое создание. Ну а цвета флага символизируют два главных города Сицилии – Палермо и Корлеоне. Да, без специальных знаний такую головоломку точно не разгадать. Ну а почетное первое место среди самых необычных флагов мира занимает флаг Непала. Вы уже догадались почему. Флаги большинства государств прямоугольной формы, а этот – пятиугольной. И вот почему. Это своеобразная комбинация вымпелов двух ветвей династии Рана, которая давным-давно правила страной. На верхнем треугольнике изображена Луна, на нижнем – Солнце. Они символизируют надежду на то, что Непал будет существовать так же долго, как Солнце и Луна. А у Ватикана и Швейцарии – флаги квадратной формы. Но если флаг Ватикана вешать надо в строго заданном положении, то швейцарский можно вешать как угодно – он полностью симметричный. Кстати, такой фокус нельзя проделать больше ни с одним другим флагом. А флаг Норвегии называют «матерью всех флагов». На нем можно найти флаги шести стран – Индонезии, Польши, Финляндии, Франции, Нидерландов и Таиланда. Приглядитесь повнимательней! На большинстве флагов мира схожие цвета, только меняется их последовательность. Чаще всего используют красный, синий, жёлтый и зелёный. Красный цвет означает силу, борьбу или кровь, пролитую за Родину. Синий – небо, океан или веру. Жёлтый означает природные богатства или энергию Солнца. А зелёный символизирует плодородие страны, её сельское хозяйство, а ещё надежду и молодость. А вот фиолетовый – самый редкий цвет. Он есть на национальных флагах Доминики и Никарагуа. И означает он королевскую власть или богатство страны. И неспроста. Когда-то фиолетовый краситель был труднодоступным, а потому очень дорогим. Так что, создавая новые флаги, вексилологи сначала решают, какую информацию должен нести мир этот символ государственной власти. И потом обращаются к науке вексилологии, подбирая подходящие по смыслу цвета и изображения. А что означают символы на флаге Приднестровья? К вашему сведению, он точная копия флага Молдавской Советской Социалистической Республики. Красный цвет – это символ героизма нашего народа в борьбе за свободу. Зеленый означает плодородие аграрного края. Есть на флаге еще два символа – это наследие советского прошлого. Серп и молот в верхнем левом углу означают союз рабочих и крестьян. А красная пятиконечная звезда – символ единства трудящихся всего мира. Раз сегодня у нас такая серьезная программа, то напомним, что каждый флаг имеет свое древко. Так называется палка, к которой он прикреплен. Не палка, а шест. Иногда на нем флаг поднимают наверх. Такая стойка называется флагштоком. В переводе с нидерландского все равно – палка для флага. Но как благородно звучит флагшток. Да уж. А второй анонс у нас такой – ПМЖ на разный вкус. ПМЖ – это, а, вспомнила, постоянное место жительства. Ну, когда живешь на одном месте. На разный вкус. Тогда это разные дома, небоскреб, например, и хижина из тростника. Или подземная келья. Да плод, в нем тоже можно жить. Действительно, а вдруг сюжет о животных. Или ПМЖ – помидорное мороженое. Мой дом – моя крепость, говорим мы. Животные и птицы тоже считают свои дома крепостями. И потому не жалеют сил на их строительство, а иногда проявляют поразительную изобретательность. В Южной Африке обитает 272 вида семейства ткачиковых. Ткачи – они превосходные. Общественные ткачи живут колониями свыше сотни особей. Эти миниатюрные пташки сообща строят огромный дом на дереве. Со стороны он напоминает сток сена из веток и сухой травы. Но если подойти поближе, то можно заметить в нем множество дырок. Эти птичьи квартиры очень теплые. Ведь и в жаркой Африке бывает холодно. Гнезд в одном стогу может быть свыше трехсот. И когда оно грозит рухнуть вниз, стройка завершается и через метров триста возникает новая дружная колония. Ткачик или ткач-филиппинос любит видеть свои подвесные гнезда на колючих пальмах, акациях или над водой, чтобы всевозможные хищники не могли до них добраться. Строительство грушевидного гнезда – очень ответственная работа. Начинает он ее с поиска подходящего места на дереве. Приносит туда различные растительные волокна, пригодные для плетения, стебельки цветов, травинки, небольшие листочки и приступает к строительству. Сначала он скрепляет стебельки так, чтобы получилось вертикальное кольцо, основа к которой он потом будет с обеих сторон прикреплять тканные мешочки. Птичка берет один стебелек, пропускает его между пальцами на лапках несколько раз, пока не получится петля, а потом клювом ее затягивает. Получается настоящий узелок. Как раз за свои необычные гнезда они получили название ткачей. А термитники строят без специальной техники. У насекомых термитов ее попросту нет, но и без нее получается нечто особенное. Эта родня тараканов живет со строгой иерархией внутри колонии и делят обязанности между собой. Этаж за этажом термитники поднимают из глины, песка, щепок и других материалов огромный замок. Все материалы они скрепляют выделениями специальных желез рабочих термитов. Стройка никогда не прекращается, и за 50 лет небоскреб может достичь 5 метров в высоту. А что у нас с комнатами? Тут есть и склад, и родовые комнаты, и крепость для защиты от хищников, и теплица для выращивания съедобных грибов, а еще защита от солнечного света и дождя. Термиты не приспособлены жить на открытых поверхностях. Но трогать эту чудо-крепость не советую. Термиты могут покусать обидчика. Мыш-малютка – самый маленький грызун и млекопитающий на планете. Длина тела этой мыши почти 13 сантиметров, но половина цифры приходится на длинный хвост. Масса не больше 16 граммов. Летом мышь-малютка строит из травинок шарообразное гнездо, размером чуть больше теннисного мяча, закрепляя его между длинных стеблей растений. В итоге такой шар висит над землей на высоте до 130 сантиметров. Гнездо не имеет специального входа, и залезая в него, мышка каждый раз проделывает новый, а уходя, закрывает лаз, чтобы хищники не обнаружили ее потомство. Домиков может быть два или больше – для отдыха и чтобы спрятаться. А это жилье ос. Строят они его из пережеванных и переработанных ими кусочков коры или древесины, скрепляя их между собой специальной жидкостью. Очень похоже на бумагу. Стенки улья похожи на мелкие ячейки, а внутри домик гладкий и плотный. В одном таком улье может обитать одна семья или несколько сотен очень кусачих насекомых. Помните об этом и к домику осы не приближайтесь. Меда там точно нет. Незнакомые теремки трогать не стоит. Согласна. Вдруг там живет кто-то непредсказуемый. А кто такой великий Гарри из третьего анонса? Гарри Поттер. Кто же еще? Вот только это вы вышли для персонажа, великим он быть не может. А вот автор – Джоанна Роулинг. Великий фантазер. Такое сочинять не каждому под силу. Погоди. Гарри – это же очень распространенное имя. Так, к примеру, зовут сын английского короля Карла Третьего. Гарри Герцог Сассекский. Его высочество. Тогда анонс назывался бы по-другому. Высокий Гарри. Ну тогда я не знаю кто это. Слушай, а может это озеро в Канаде? Тоже Гарри называется. Правда, не знаю в честь кого. О замысловатом и даже экстравагантном глэм-роке мир заговорил с появлением итальянской группы Манескин. Но они в этом направлении не первые. Гаррет Борнс. Известный как Борнс – американский певец в стиле глэм-рок, который отличается яркой и эксцентричной музыкой и такими же сценическими образами. Своё детство Гаррет провёл в прибрежном городке Гранд Хейвен на озере Мичиган и там находил вдохновение. Сначала в изобразительном искусстве, а затем в фортепьянной музыке. Уже в 15 лет Борнс посещал летние курсы по созданию кинофильмов и одновременно сочинял песни. Свою карьеру в индустрии развлечений он начал как иллюзионист. Его даже называли Великим Гарри. Взрослея, Гаррет увлёкся искусством. Будучи учеником 7 класса, Борнс получил награду «Золотой ключ» и даже стипендию на обучение в колледже искусства и дизайна «Кэндл». Вокал, гитара, клавишные, пианино и укулеле – все эти инструменты звучат в его музыке. Борнс проявляет творческую независимость и остаётся верен своему стилю, не боясь экспериментировать с новыми звуками и идеями. Чудак и творец – креативный человек с музыкальным вкусом. Лучше о нём и не скажешь. Субтитры делал DimaTorzok 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 До скорой встречи! Пока! Пока!